С 1989 года могло казаться, что в лагере социализма пытаются хотя бы догнать советскую перестройку, выбрасывая к визитам ее первопроходца дерзкие лозунги типа «Вместе с Горбачевым против Гусака». Было такое в Праге. С лета 1989 и до конца года все режимы рушатся один за другим. Уходят старые партийные лидеры, приходят местные Горбачевы, или даже без этого промежуточного этапа прямо некоммунистические руководители. По скорости перемен страны Восточной Европы начинают обгонять старшего брата. В Венгрии расстается с социализмом безболезненно. Круглый стол правящей партии и оппозиции заключает соглашение о кардинальном изменении политической системы. Из названия государства исключено слово «народная», теперь просто «венгерская республика». На референдуме определяют порядок выборов парламента и президента. В Польше тоже круглый стол. После выборов по новой системе большинство мест в польском Сейме принадлежит оппозиции. И хотя президентом страны Сейм избирает Ярузельского, тот должен назначить главой правительства человека солидарности. Тогда уж Мазовецкий становится первым некоммунистическим премьером бывшего соцлагеря. Романтическим символом свободы оказывается Чехословакия. Тамошние события называют «бархатной революцией». Все начинается с несанкционированного шествия студенческих колонн к центру Праги. Бархатная революция Прямо, может, самая нежная в мировой истории. Прямо не бархатная, а плюшевая. Два растопыренных пальца, как на рок-концерте. Ситуация была не то, что назревшей, перезревшей. Ноябрь, а еще летом через Чехословакию ГДРовцы убегали в ФРГ. Колонна демонстрантов двигалась к Пражскому граду. Им дорогу перегородила бронетехника. Для выхода оставили только боковую улицу. «Поворачивайте налево, поворачивайте налево», – кричал демонстрантом офицер. «Никогда больше не повернем налево», – ответили из толпы. Каждый день на Вацлавской площади политические митинги. Самый известный чехословацкий диссидент, драматург Вацлав Гавил, сообщает о создании оппозиционного движения «Гражданский форум». Из словацкой ссылки приезжает лидер «Пражской весны» 1968 года Александр Дубчик. Гавил триумфально выигрывает досрочные президентские выборы. Для страны победа сына известного предпринимателя – мечта о возвращении к прежнему строю. Для мира – президент в свитере – новое лицо Восточной Европы. Дубчик станет председателем чехословацкого парламента. В Болгарии приходит конец вялой диктатуре Тодора Живкого. Лучший друг СССР, руководивший Солнечной Республикой ровно 30 лет и 3 года, отправляется под домашний арест в свой загородный особняк. Самые драматические события – в Румынии, где правит семейный клан мрачного диктатора Чаушеска. Когда народное волнение перебрасывается из провинции в Бухарест, служба безопасности секуритаты получает приказ открывать огонь по всему живому. Расстреляны даже дети, возвращавшиеся из кухольного театра. Бои продолжаются и после захвата бежавших из столицы Чаушеску и его жены. Граф Дракула Советского Блока давно вызывал всеобщее омерзение, и устроенные повстанцами поспешные суд и казнь выглядят неизбежной развязкой. Без малого 30 лет буквальное воплощение железного занавеса – бетонная берлинская стена, разделяющая город на столицу ГДР и западный сектор. Как и весь раздел Германии – воплощение раздела Европы. Вся история двух Германий – это попытки граждан ГДР просочиться в ФРГ. С мая 89-го массовые бегства через посольство, через границу Чехословакии с ФРГ, через границу Венгрии с Австрией. 18 октября уходит в отставку многолетний первый секретарь, ортодокс Эрих Хонекер, который еще в январе утверждал, что стена простоит и 50, и 100 лет. 9 ноября в 5 часов вечера телевидение ГДР передает сообщение – будет открыт свободный доступ в западный Берлин. К стене ринулись тысячи людей. Мирный штурм стены, соответственно, воплощение грядущего единства Берлина, Германии и Европы. Телерепортажи с главного социалистического бастиона становятся историческими в ту же ночь. Уже наутро через стену лазать не будут, а откроют 18 новых КПП. За первые две недели облегченного пропускного режима гостевую визу в ФРГ попросит 10 миллионов человек – все взрослое население ГДР. К Рождеству визы отменят вовсе. Стена была длиной 43 километра в городской черте и 112 – по внешней границе западного Берлина. Итого 155 километров. Аккуратные немцы потом подсчитали, что при сносе стены работало 40 бульдозеров, 65 подъемных кранов, 55 экскаваторов и 90 самосвалов. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ